Друзья, мы в эфире «Три минуты без цензуры» Анатолий Владимирович Пулгару, который знает очень много в силу того, что имеет интересные и обширные связи в разных странах в силу того, что он был и руководителем спецслужбы молдавской отвечает на некоторые очень неудобные вопросы Анатолий Владимирович, будьте любезны, скажите, пожалуйста а что говорят ваши друзья в престольном городе Москве относительно того, что Додон так опозорил Россию так неумело воспользовался и развил некогда доброжелательные отношения некоторых башен кремля к себе Я так нежно спросил Можно и в более жесткой форме, даже запершило в горле Не буду в более жесткой форме, отвечайте так Можно я выскажу предположение, как ты хотел выразить? А уже горела хата, гори собор Уважаемые друзья, как мне кажется, наш уважаемый Игорь Георгиевич хотел задать простой народный вопрос Как же так Москва обосралась со своим Додоном? Да На самом деле очень просто, Игорь Дело в том, что после печального завершения эпопеи с меморандумом Козака Меморандум, который в целом был неплохим документом 15-й пункт был проблемный Да, были две вещи Значит, которые Додон, да и любой другой президент не мог Поддон, Воронин Как и любой другой здравомыслящий руководитель, патриот, не мог допустить Это право вето представителей задней строки в нашем парламенте И 25 лет, по-моему, присутствия вооруженных сил Российской Федерации в качестве гаранта Это сложный вопрос, но дело в том, что с этого момента, значит Владимир Владимирович Путин, к сожалению, мне кажется, не сориентировавшись в этой ситуации Стал постепенно, постепенно отдалять от себя, если так можно выразиться, Владимира Воронина Он очень на него рассердился, что не принесло пользу ни Молдове, само собой, ни России Вот на этом фоне возникла потребность заменить Владимира Воронина на другого отсюда Очень удачно подоспела Зинаида Гречаной со своим предложением Значит, при грете Додона И случка состоялась Таким образом, первые виновники, я не побоюсь этого слова, потому что это именно так и произошло Очень серьезно надо подойти к отношениям между двумя государствами вообще И между близкими по духу государствами, потому что не будем забывать, чтобы мы православные государственные образования Таким образом, получилось, что на арене появился Додон Хотя, с моей точки зрения, Москва, которая славится серьезными и многочисленными спецслужбами по разным направлениям И в разных фармах, в разных государствах Почему-то не обратила внимания на тот факт, что, ну скажем так мягко, Додон имеет кое-каких секретных друзей за рубежом, не в России Что Додон, жадный, недалекий, ну не зря Невзоров его назывался самым тупым президентом Москва почему-то пренебрегла и другими явными сигналами отсюда, к сожалению, не от своих спецслужб О том, что Додон далеко не подходящая кандидатура для замеры Додона И тем не менее, администрация президента, разумеется, с подачей Владимира Путина пошла на это Вторая причина, это, я думаю, что Додон в свойственной ему манере давать и получать взятки Просто поделился знаменитой откатой с определенных сумм, которая выделяется В таких случаях он нашел, кому его отдать или с кем его делить И в администрации президента я не побоюсь даже фамилию назвать, потому что это вообще признано уже в самой России Уже в самой России поняли, что речь идет о Чернове и о Маслове Да, я и о других Чернов, Чернов Ну, Маслов, конечно, фигура второстепенная по сравнению с Черновым Ну, неважно Люди стали хорошо зарабатывать На бедах, на недостатках нормальных отношений между этими двумя государствами Если я путанно и туманно объяснил, извини Короче говоря, Воронин нашел, то есть Додон нашел с кем делиться деньгами И поэтому вот буквально Буквально А вы, Анатолий Николаевич, если позволите, я дополню ваш ответ Хотя это без цензуры, но получается, что я вложу в ваш дискурс Я хочу дополнить еще одной причиной, почему это все произошло Друзья, произошло это потому, что в службе внешней разведки Российской Федерации Работают не только честные и порядочные люди, но и продажные генералы Я говорю о Чернове Этот, мягко говоря, человек предал свою страну Потому как он двигал на друзья России человека, за подписью которого В 2007 году началось массовое воровство и вывоз денег из России И через Молдову за подписью Додона, друзья И Чернов это знал Ну просто жадный, такой же как Додон Два Додона Чернов и этот Додон Из России через Молдову в офшоры было украдено и выведено 22 миллиарда, не миллиона, миллиарда Это 9 нулей после цифры 22 долларов США И служба внешней разведки не могла не знать, что Додон работает на врагов России И та законодательная инициатива, с которой он вышел И все это стало возможным, весь этот финансовый коллапс Ну служба внешней разведки знала об этом Да нет, в России внешней разведки здесь, в Молдове Во всяком случае Геннадь всех шею Во всяком случае Они были моими подчерединами Это еще один из факторов, почему Россия Я добавлю в свое выражение и третий Четвертый Да, ну в этом же контексте Дело в том, что я абсолютно убежден, что Путин об этом не знал Об этой афере Я исключаю, что Владимир Владимирович знал об этом Но есть другой вопрос Есть еще чисто психологическая мотивация Дело в том, что Воронец совсем не простая кадра Воронец совсем не простая личность Воронец совсем не простой человек Он один из немногих В современном мире даже Один из немногих, который осмеливался Осмеливается и всегда будет иметь смелость Возразить сильным Мерасику А мало кто в этом мире возражает Вы хотите сказать Вы хотите сказать, что Чернов подумал, давай тут будет послушная кукла Которую мы наденем И будем вот А мы будем играть на противоречие На эти психологические мотивы Ну да, Донка кукла, да, конечно И на этом они заработали А мы страдали Нам закрыли рынок Нас вытесняли И много-много проблем С Россией все ясно Большое спасибо за ответ На здоровье Мы прощаемся